Добрый день. День сегодня по-настоящему добрый для нас, несмотря какая погода за окном. Сегодня мы решили представиться. Мы команда AirLife. Мы начали свою деятельность полтора года назад, в апреле 2019 года, занимаясь разными проектами IT-тематики. А сейчас, сегодня мы презентуемся как студенческий клуб разработчиков от гугла AirLife. Сейчас мы бы хотели познакомиться с вами и представить нашу команду. Евгений, мой коллега. Благодарю, Николай. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Красов. Я студент Дальнего Сочного Федерального Университета, кафедра прикладной математики и механики управления программного обеспечения. Обучаюсь по направлению программной инженерии, но являюсь не совсем обычным студентом. У меня потеря на правой кисти, полностью отсутствие зрения. При этом это не мешает мне заниматься бэкэнд-разработкой, нейронными сетями, девопсом и также презентовать и быть лидером данного сообщества от гугла. Никита. Спасибо. Всем здравствуйте. Меня зовут Никита Савчук. Я обучаюсь в Дальневосточном Федеральном Университете по направлению прикладная информатика и работаю в направлении веб-разработка, фронт-энд-разработка, а также разработка мобильных приложений. Меня зовут Назаренко Николай. Я студент Политехнического института ДОФУ. Специальность инноватика. Я занимаюсь изучением теоретической и практической инновационной действенности. Я участвовал в различного рода инновационных проектах. Было время, жил в стартапе вместе с моими коллегами. И сейчас я бы хотел передать свои знания дальше. Но сейчас Женя продолжит расскажет немножко про, кто мы такие. В общем, что такое Google DCR Live? Когда-то компания Google реализовала Google Developers Group. Это большие организации просто комьюнити разработчиков, находящихся в разных городах. Год назад компания Google запустила клуб для студентов, называемый Developer Students Club. То есть есть студенты, им нужен клуб поменьше. Два таких клуба было в Нижнем Новгороде. Один в Нижнем Новгороде, другой в Калининграде. В этом году компания Google запустила, по-моему, в 23 университетах нашей страны такие сообщества. И на текущий момент одним из таких университетов является Дальневосточный федеральный университет. Что касается нашей целевой аудитории, в первую очередь это студенты всех направлений бакалавриата, магистратуры, возможно, даже аспирантуры, которые хотят развиваться и продолжать свою деятельность в области разработки и программирования. Мы поставили перед собой ряд целей, которые сейчас хотим представить. Задача Google DCR Live – это сократить или полностью устранить проблему студента в области инновационной разработки. Научить студентов современной разработки и технологиям современной разработки, удовлетворяющим всем необходимым требованиям нынешнего времени. Обучение наукам продвижения новых продуктов на рынок. Следующий слайд, пожалуйста. Перериснули или нет? Да, перериснули. В общем, информационное просвещение студента в области поиска инвестиций и также реализации их инновационных идей. Никита? Выделяя наши задачи, мы выделили… Я запутался. Нормально. Мы выделили… Блин, а куда? А кто ли стоит, извините? Вот, да. Мы выделили ряд следующих задач. В первую очередь. Проведение мастер-классов. Реализация ивентов, метапов, воркшопов и нетворкингов. Никита? Дальше можно. Участие в первую очередь наших спикеров в организациях и мероприятиях сторонних организаций. Следующий слайд. Взаимодействие со студентами и привлечение их проектов к технологической IT-тематике. Следующий слайд поставили? Области Google DC – это взаимодействие с разными сферами, которые разные между собой, но смежны по каким-то областям. И одна из таких сфер, следующий слайд, пожалуйста. Это бэкэнд-разработка. Так как я уже сказал, что являюсь инженером в области бэкэнд-разработки, девопса и нейронных сетей, моя задача будет показать ребятам именно в своем опыте проблемы, которые возникают при понимании данной специальности, насколько она важна и какие сложности есть, когда студент выходит после четвертого курса. Я хочу работать. Приходит работать, а ему компания говорит, тот стек, который ты знаешь, тех технологий, которые нам нужны, в 10 раз меньше того, что нам требуется. То есть студент просто не знает того, что ему нужно для того, чтобы реализовать какие-то крупные проекты. Это большая проблема. Не только бэкэнд-разработка, это и командная разработка, когда идет речь о таких сложных вещах, как continuous integration, continuous delivery, continuous deployment. То, без чего сейчас крупные проекты, стартапы средних форм просто не существуют. Никита? Дальше. Фронт-энд-разработка. Так или иначе, в любом сервисе, который рассчитан на массового потребителя, одним из важнейших аспектов, я считаю, является создание удобного для всех категорий релиз интерфейса. Поэтому моей главной задачей является создание постных интерфейсов, отвечающих всем современным требованиям, а также доступным для всех категорий людей. В данном проекте DC моей основной задачей является помощь студентов в их реализации, как квалифицированных разработчиков. Когда разработчик создает IT-продукт или продукт технологической тематики, перед ним становятся два возможных пути. Первый путь – это транспорт технологий, то бишь продажа их сторонней организации. И второй путь – это построение бизнеса на основе своей технологии. И в первом и втором варианте перед человеком встают некие трудности. Первое – это нужно законодательировать свой продукт. Второе – это каким-то образом зачистить индивидуальную собственность. Третье – это, не знаю, может стандартизировать и сертифицировать свой продукт. И потом уже выводить на рынок или производить транспорт технологий. С транспорт технологий там уже, в принципе, на этом мы закончили. А вот с созданием бизнеса дальше мы сталкиваемся с вопросами поиска инвестиций, маркетингового продвижения продуктов, в принципе, организации юридуса и руководства командой. В секции бизнес-моделирования будем разговаривать и отвечать на проблемы, которые ждут будущих предпринимателей. Следующий слайд. Так или иначе, все мы студенты, и наша задача – учиться вместе. Конечно, за период обучения в ВУЗе я понимаю, что ВУЗ дает прекрасный базис, но это лишь только базис. И для того, чтобы реализовывать крупные проекты, нужно что-то больше. Никита? Да, в первую очередь нужна практика, которую мы, собственно, и хотим предоставить всем студентам по возможности в рамках DSC. Если есть какой-то вопрос, мы с радостью на них ответим. Если нет вопросов, тогда следующий слайд. Спасибо за внимание. Все, спасибо большое. Всем пока.